Здравствуйте, уважаемые ученики! Мы начинаем очередной классный час. С вами я, учитель школы лицея Джетеген Самиева Умеда Иссаджановна. Пожалуйста, сядьте поудобнее, спинку держите прямо, руки и ноги не скрещивайте, руки можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь, пожалуйста, закройте глаза. Представьте, что солнечный цвет проникает в вашу голову и опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка, и под лучами света бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и желание. Представьте, что свет начинает все более и более распространяться по вашему телу. Он становится сильнее и ярче. Мысленно опустите свет вниз, по рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки будут совершать только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет опускается вниз по ногам, ноги наполняются светом и освещаются. Ноги будут вести меня только к хорошим местам для совершения добрых дел. Они станут инструментами света и любви. Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только правду и только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам. Уши будут слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошие и видят во всем хорошее. Вся ваша голова наполнилась света. В голове только добрые, светлые мысли. Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы вашего тела. Направьте свет всем вашим родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у вас временно непонимание, конфликты. Пусть этот свет распространится на весь мир. На всех людей, животных, растения, на все живое, повсюду. Посылайте свет во все уголки вселенной. Мысленно скажите. Я в свете. Свет внутри меня. Я есть свет. Побудьте еще немного в этом состоянии света, любви и покоя. Теперь поместите этот свет снова в ваше сердце. Вся вселенная, наполненная светом, находится в вашем сердце. Сохраните ее такой прекрасной. Потихонечку можно открывать глаза. Спасибо. С таким настроением начинаем наш урок. Тема нашего урока – единство и трудолюбие, опора государства. Начинаем мы опять по истории шагать. Постарайтесь все понять, про страну свою узнать. Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? Сегодня на уроке узнаем, что такое трудолюбие и единство народа. Подумаем, что же является опорой государства. Родина, Отечество. Эти слова мы впервые слышим в детстве. И на протяжении всей нашей жизни они наполняются особым, трепетным смыслом. Родина – это и великая страна с великой историей. Это и место на земле, где человек родился и рос, где находится могила его предков, где познал первые радости и неудачи. Ведь случайно в трудные критические минуты своей жизни люди вспоминают место, где родились, где прошло детство. Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это память народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь. Самое важное изучение исторического прошлого своей Родины – это научиться любить ее. А людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и выросли. Эта любовь испокон веков проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое отечество от врагов. Наша Великая Родина имеет славную, богатую событиями героическую историю. Народам нашей страны на протяжении столетий приходилось сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и независимость своей Родины. С историей не спорят, с историей живут. Она объединяет на подвиг и на труд. Едино государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Дружба, труд, мир. На всем земном шаре, на всех языках звучат эти заветные слова. Мир, чтобы трудиться, радоваться, цветущей весне, мечтать. Свободный труд, чтобы украшать родную планету, приносить людям радость и счастье. Народ делает все для того, чтобы с каждым днем крепнул мир на земле. Я сказкою притчей уму всех учу, А единстве народов рассказать вам хочу. Сказку послушайте, добрые люди, Пусть она вашим наставником будет. Итак, давным-давно, много столетий назад, Цвел на земле восхитительный сад. И приносил он плоды круглый год. Каждый месяц в саду щедро зрел новый плод. Только однажды садовник усталый, заснул. И в саду в это мир и не стало. Стали деревья все спорить друг с другом. Вредно корнями сплетались упруго. Крону раскинули в схватке за власть, Чтоб солнце свет друг у друга украсть. Ветви трещали, ломались стволы, Гибли без света побеги средь мглы. Вниз опадали без спроку цветы, В завязях мертвых не зрели плоды. Ни одного не осталось плода, Гнилью весь сад поразила беда. В ужасе горком проснулся садовник. Где же плоды, лишь колючий терновник? Нет урожая, пустырь вместо сада. Смысл этой притчи усвоить всем надо. В стране, как в саду, мирно каждый народ Зреет, как спелый и сладостный плод. А для раздоров нет вместо саду, Только единство прочь гонит беду. Суть этой притчи всем мудрым известна. Каждому хватит и солнца, и места. В единой стране лишь приходит пора Для урожая, любви и добра. Пусть жизнь цветет, щедр, красив и богат, Дружба народов, прекрасный сад. Единство народа – это сила, Которая существует для сохранения покоя и мира Между разными национальностями в нашей республике. Единство народа помогает нам вести Дружественные, политические, экономические и социальные отношения. Единство народа является решением глобальных проблем, Предотвращает войны, теракты, насилие И приводит к общему согласию решения проблем на земле. Различиями нашими мы будем восхищаться, Друг другу доброту дарить и просто улыбаться. Мы разные, мы равные, и нет преград для дружбы. Мы дети все, мы просто дети, нам ссориться не нужно. Притча «Ученик и дерево». Учитель, я уже целый год живу у тебя, Но до сих пор выполняю только работу по хозяйству. Когда ты будешь меня учить? Разве я для этого пришел к тебе? В ученики, скажи. Имей терпение, ответил учитель. Еще не пришло время. Иди в нижнюю долину и посади дерево, Вырасти его, а я подумаю. Долгий и тяжелый путь проделал ученик, Пока спустился в долину. По дороге он выкопал маленький саженец И посадил его. С той поры дважды день он проходил опасный путь Между хижиной и долиной, чтобы полить деревца. В любую погоду он уходил ранним утром И возвращался поздним вечером, совсем без сил. И однажды он не вернулся, чтобы ухаживать за деревом И не тратить силы на дорогу, Юноша построил себе хижину на берегу ручья И остался жить в долине. Изо дня в день он присматривал за деревом, Защищал молодые листочки от птиц И палящего солнца летом, Закрывал мороза и снега зимой. Так прошел год. Усилия его не пропали даром. Дерево выросло высоким и крепким. Однажды на рассвете он вышел из хижины И увидел своего учителя, Сидящего у ручья под деревом. «Учитель!» – обрадовался юноша. «Как я счастлив вновь увидеть тебя! Я должен извиниться перед тобой, Что не смог стать твоим учеником, Обманув твое доверие. Ты подумал, что я слаб, Когда я остался жить в долине. Но я должен быть заботится о своем дереве. Много ли я мог сделать, Когда все силы уходили на дорогу? Поэтому я принял такое решение. И теперь ты вряд ли возьмешь меня обратно!» Выслушав пылкую речь юноши, Старик сказал ему, «Именно в этот год ты вместе с деревом Возвращивал такие качества своего характера, Которые тебе помогут постигать знания. Твое дерево говорит о твоей готовности. Посмотри, когда ты нашел саженец, Он был маленький и хилый. Ствол его был тонкий И качался от слабого ветерка, Грозя вырвать его с корнем. При этом веточки Переплетались между собой И обрывали только появившиеся листочки. Таким был и ты. Ответственность ты имел, Но только под необходимостью. Был нетерпелив и эмоционален, Как переплетенные побеги саженца. Чтобы обрести знания, Нужна прежде всего дисциплина. Ибо корни дерева – твоя ответственность, Стол дерева – твое терпение, Ветви дерева – спокойствие, А листья – знания и труд. Какое задание дал учитель ученику, Где дважды в день ученик проходил опасный путь? Был ли ученик честен перед учителем? Труд – осознанная, волевая, Общественно полезная деятельность, Направленная на создание Материальных или духовных ценностей. Труд в наше время – Это великое право и великая обязанность. Продолжите фразу «Человек трудится для того, чтобы…» Трудолюбие – одно из важнейших Нравственных качеств человека. Человек работает не только для того, Чтобы улучшить условия жизни для себя И своей семьи, Но и для того, чтобы помочь ближнему Принести пользу обществу и своему народу, Значит, государству. Труд возвышает человека, Воспитывает в нем такие качества, Как самостоятельность, ответственность, Запорученное дело, Готовность прийти на помощь товарищам. Честно делать дело – основа человеческой порядочности. И наоборот, всякий честный, добросовестный труженик Заслуживает уважения и признания его заслуг перед обществом. Человек, не умеющий трудиться, Человек, не умеющий трудиться, вызывает жалость и осуждение, Поскольку он всегда нуждается в услугах других. Трудолюбивый же человек прекрасен, Потому что умножает красоту жизни, Творит ее, сохраняет и оберегает. Трудолюбие – это достоинство человека. Всевеликие люди были необычно старательны и трудолюбивы. Надеюсь, вы осознали, Что работать вместе выгодно и полезно, Чем трудиться в одиночку. Этот навык и был заложен кыргызским народам, Веками жившим в мире и согласии. И сегодня все народы, живущие в Кыргызстане, Вкладывают огромный труд и развитие нашей страны. Главное вместе, главное дружно, Главное с сердцем горящим в груди. Нам равнодушие не нужно, Злобу, обиду, прочь отгони. Чтобы наше государство было свободным и процветающим, Необходимо, чтобы на земле был мир и единство между народами. Мы вместе живем и строим достойную жизнь общества, Уважая национальные традиции друг друга. Так распорядилась история, Что древняя земля нашего государства Издавна принимает по разным причинам Представителей многих народов, Оказавшихся здесь. И для всех эта земля становилась материнской. Опустившие здесь корни семьи и народы Обживались добротно и навсегда. В совместном труде, в буднях и праздниках Складывались удивительная общность народов, Которые живут в дружбе и в мире. Значит, мир и согласие на нашей земле – Это родство и мудрость проживающих здесь людей. Спросили как-то разум мудреца, «Скажи нам, что ценнее всего на свете?» Недолго думал старый оксакал, «Всего ценнее дружба!» – он ответил. Тогда ему сказали, «Сталь крепка, но что ее прочиней на белом свете?» Недолго размышлял седой мудрец, «Всего крепче дружба!» – он ответил. Ему сказали, «Грозень, ураган, но что, старик, Могущественнее бур, Всего сильнее дружба!» – он ответил. «Дружба народов – не просто слово, Дружба народов навеки жива, Дружба народов – счастливые дети, Колос на ниве и сила в рассвете!» Благодаря единству и согласию Мы достигли больших успехов В построении независимого государства, Заслужив высокий авторитет И признание в мире. Осознание нами всей важности Единства и Согласия Является главным фактором Гармоничного и устойчивого Развития нашей страны. Дети – наше будущее! Развитие государства, Межнациональное единство и согласие Связано с вами, дорогие ребята. Поэтому каждый из вас, Независимо от национальности, Должен быть патриотом своей Родины. Однажды у одного мудреца спросили, «Что такое патриотизм?» Тогда мудрец ответил так, «Патриотизм – это вера, Что моя страна самая лучшая, Потому что в этой стране родился ты. Поэтому в каком бы месте, Городе, а или Кыргызстана Не были бы мы – это наш Кыргызстан. Для того, чтобы Кыргызстан Превратился в цветущее государство, Мы должны притворить идею «Кыргызстан – единая Родина всех этносов в жизнь». Давайте с сегодняшнего дня Наш Кыргызстан будет самым лучшим для всех нас. «Пусть мир царит в стране родной, Ведь мы один народ, Пусть радость в каждый дом придет, Не будет бед, невзгод, Единства мира и добра Желаем вам, друзья, Ведь мы живем в одной стране, И мы – одна семья». На этом наш урок закончен. Всего вам доброго. До свидания.